Снести нельзя оставить. В Махачкале этим утром демонтировали несколько торговых точек. Инициаторами сноса выступили городские власти. Владельцы готовы стать живым кольцом, чтобы спасти имущество. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Кафе, автосервис, магазин. Бульдозер безжалостно рушит застройки вдоль Талгинской трассы. Хозяева возмущены. С самого утра владельцы торговых точек и их родственники вышли противостоять тяжелой технике. Почему разрешили вначале здесь построить? Не разрешали. Захватывали. Я же знаю. 30 лет назад я знаю, как здесь было. Вначале разрешают, потом говорят нельзя. Захватывали. Не разрешали. Захватывали. До конца, до этого Манаса захватывали. Смирились те, чьи застройки признали незаконными. Однако у большинства на руках есть все документы. У владельцев два вопроса. Почему ломают их имущество без постановления суда и выплатят ли им компенсацию, установленную независимыми оценщиками? Страх остаться без заработка толкает на отчаянные поступки. Есть закон, когда вот так берут, приходят к тебе домой, у тебя все документы берут и ломать начинают. Нет хозяина, нет закона никакого. Суд у нас, процесс суда идет у нас. А какое имеют право, они приходят и ломают этот дом. Здесь в любом случае расчистят дорогу. Власти распорядились расширить федеральную трассу. Первый сигнал городские службы подали позавчера. Снесли коммерческий ларек. Мэр города и заместитель правительства лично выезжали на объекты. По этой дороге здесь вот эти стройки, они мешают. Неоднократно мы их предупреждали, чтобы они самовольно убрали. Взамен мы им предоставляем, значит, компенсацию. Но хозяева идут, спекулируют этим, намного больше, значит, называют суммы. В три раза больше называют суммы. Мол, пользуются тем, что здесь, они знают, что здесь должна пройти эта дорога. Смогут ли договориться чиновники и люди? По словам предпринимателей, идти на открытый конфликт с администрацией у них нет ни цели, ни желания. Люди требуют необходимой компенсации. К слову, в Махачкале насчитывается более 400 строений, которые признаны незаконными. Освободить от них город планирует в самые короткие сроки. Фатима Газалиева, Тимур Абдулаев, Салих Салихов и Расул Дибиров. Время новостей.